Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программы подробностей. Правоохранительная система государства, безусловно, является одним из основных звеньев по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Но предшествовать комплексу мер правового характера должно прежде всего воспитание, а это уже обязанность родителей. В нашей студии Ольга Еремина, старший помощник прокурора по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Паризанской области. Мы осуществляем надзор за органами системы профилактики, которые непосредственно вплотную занимаются подростками, которые иногда являются вовлеченными в сферу незаконного оборота наркотиков. Также мы осуществляем большую просветительскую работу по разъяснению законодательства в образовательных организациях разного уровня, то есть в школах, в техникумах, в колледжах, с целью того, чтобы молодежь знала, какая ответственность предусмотрена административным кодексом Российской Федерации, и, соответственно, вела правильный образ жизни и становилась достойными гражданами нашей Родины. Мы отслеживаем наркотическую обстановку в области, то есть эти все факты также у нас являются на контроль. В Комиссии по делам несовершеннолетних было рассмотрено более 2000 материалов в отношении несовершеннолетних, которые совершили различные правонарушения, которые установлены на ответственность административным кодексом. В настоящее время в административном кодексе находятся 12 статей по этой тематике, которые именно предусматривают ответственность несовершеннолетних. Но больше всего, как показывает обобщение, у нас привлекается лиц за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, и появление в общественных местах, вот это статья со значком 21 административного кодекса. Вот в 2014 году почти 30% несовершеннолетних, 316 человек, были привлечены к ответственности в виде штрафа. А какая сумма? Штраф у нас налагается на несовершеннолетних в возрасте от 1,5 до 2 тысяч рублей, если он находится в состоянии алкогольного опьянения, ой, алкогольного опьянения, либо наркотического опьянения в общественных местах. Но если они участвуют уже как бы в незаконном обороте наркотиков, и там штраф уже гораздо больше, от 4 до 5 тысяч рублей. Кто его платит? Мы говорим о несовершеннолетних. То есть понятно, что ребенок, если ему нет 18, он еще учится. Да, административный кодекс, в частности, предусматривает ответственность, наступает с 16-летнего возраста. Штраф, в принципе, платят, должны платить сами несовершеннолетние. И штраф может быть им назначен с учетом того, что, может быть, конечно, родители помогут им заплатить штраф, также они получают какие-то стипендии, пособия, у них есть какой-то доход. Такие меры, они помогают? Как правило, под статьи попадают одни и те же. Заплатил раз, значит, уже знаешь, что это, знаешь, какие-то лазейки можешь уже найти. Какой-то алгоритм действия появляется. Согласна с вами, потому что большинство лиц, которые рассматривались на комиссии несовершеннолетних, обычно рассматривались уже повторно. То есть, с одной стороны, такая мера наказания, как штраф, она избрана законодателем как все-таки действенная мера, чтобы как-то предотвратить совершение таких случаев. С другой стороны, их, конечно, штраф – это недостаточная мера, потому что, как принято в педагогике, нужно принять другие меры. Это нельзя, а что-то другое можно. То есть, надо отвлечь несовершеннолетних от того, чтобы они вот такие совершали правонарушения, за которые последуют вот эти санкции в виде штрафа. А родителям у нас нет дела до своих детей, или у них времени нет, чтобы посоветовать ребенку пойти в спортзал, к примеру, записаться в секцию, купить лыжи, велосипед ему купить? Вы знаете, ну, так в общем нельзя сказать, что родителям нет дела до детей. Конечно, у нас очень много и хороших детей, и хороших родителей, которые уделяют много внимания своим детям. Но, к сожалению, сейчас такая демографическая ситуация складывается, что семья переживает определенный кризис. Родители многие тоже не имеют работы, или работают на низкооплачиваемой работе, не могут своим детям как бы обеспечить достойное существование. Конечно, работая на двух-трех работах, они уже не могут уделить время ребенку, поговорить с ним. Даже иногда не обращают внимания, что ребенок уже какой-то не такой. Он употребляет наркотические вещества или какие-то психотропные средства. Это очень печально, когда получается, что родители в последнюю очередь узнают, что их ребенок вот вступил на такой скользкий и неправильный путь в жизни. И помочь бывает иногда очень трудно таким детям. И у нас есть еще такая статья в административном кодексе 6.10, часть 2, которая предусматривает ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за то, что дети вовлечены в употребление алкоголя, спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психотропных веществ или средств, отруманивающих веществ. И штраф тоже в размере от 4 до 5 тысяч законодательным установлено. Вот эти штрафы все были повышены в последнее время. Они были намного меньше. А средний возраст ваших подопечных, скажем так, это лет 16? Плюс-минус год? А часто встречаются, конечно, и подростки до 16 лет. Вот 115 родителей в прошлом году были привлечены за то, что они сами вовлекали своим примером детей. То есть распивали спиртные напитки, например, дома. И там еще какие-то случаи такие бывают. Это опять-таки связано с тем, что многие родители не работают, ведут асоциальный образ жизни. Педагоги в этом случае могут помочь? Как вы думаете? Спрашиваю сейчас, как у женщины. Я помню, как меня учили в школе. Если мы приходим без домашнего задания, преподаватель начинает выяснять, что случилось. Может быть, помочь? Может быть, остаться? Не вникая в детали, что дома какие-то проблемы. Сейчас, мне кажется, как-то более безразличны, что ли? Нет, я не думаю, что сейчас более безразлично. Ну, конечно, педагоги тоже они люди, и они очень заняты. Программы очень сложные образовательные. Но в то же время в школах есть психологи, есть социальные педагоги, которые призваны работать именно непосредственно с детьми. И, конечно, каждый учитель должен, входя в класс, увидеть, что ребенок какой-либо из его класса находится, может быть, в каком-то состоянии нездоровый, какие-то у него заплаканные глаза, еще что-то такое. А в ваши обязанности входит мониторинг сайтов? Сейчас очень модный бесконтактный оборот наркотиков. Вы знаете, мониторинг сайтов в основном занимаются органы УФСКН. Они занимаются, потому что они выявляют, расследуют эти все правонарушения, преступления. Они выявляют. У нас работа построена так, что к нам обращения граждан поступают. Граждане многие чувствуют свой общественный долг в том, чтобы сообщить, что в каких-то местах, например, незаконно продают алкоголь несовершеннолетним, либо какие-то обнаруживаются закладки с наркотиками и так далее. То есть мы обязательно таким обращением проводим проверки. И телефон горячей линии какой-то есть? У нас телефона нет горячей линии, потому что мы, если периодически какие-то делаем такие мероприятия, организуем, то мы тогда телефон горячей линии опубликовываем и дежурим около него, и ждем сообщений. Но в основном очень много анонимно даже поступает, от родителей поступает, что они уже устали и не могут бороться. Вот я сейчас хотела спросить у вас, что вам может помочь бороться с этой бедой? Ну, бороться с этой бедой нужно, конечно, всем миром, всем вместе, всем органам, системам профилактики, прокуратурой в том числе, образовательными организациями, конечно. И в первую очередь должны родители в семье обязательно должны заниматься с детьми этой профилактической работой, разъяснять им, что это очень опасно, вредно для их здоровья. Потому что, конечно, несовершеннолетние, они в силу своих возрастных особенностей, они думают, что жизнь бесконечна, вечно, и их обойдут всякие напасти стороной. Они не понимают именно наступившего вреда здоровью, потому что сразу не видно от первой затяжки, от первого употребления. Они не видят, что опасность наступает, и она уже разрушает изнутри их организм. Ну, конечно, родители, я считаю, что все-таки недостаточно с детьми общаются, разговаривают на различные темы. Потому что наркотики, вот это как бы курение, наркотики, это уже как первые шаги по вовлечению несовершеннолетних уже в антиобщественную и преступную деятельность. Так же, как вот с курением, очень много сейчас внимания уделяется запрету табакокурения, продаже табачных изделий несовершеннолетним. Тем не менее, государство пытается... Глядя на женщину, которая изо дня в день продает сигареты несовершеннолетним, кажется, что эту проблему решить в ближайшее время, а может быть, и совсем не получится. Это очень трудно. Когда мы даже приходим на беседы с несовершеннолетними и говорим им о вреде табакокурения, употреблении спиртных напитков, они нам отвечают, а вокруг все курят, а вокруг все употребляют. Ничего плохого в этом нет. И у многих дома родители употребляют и курят. И, конечно, очень печальная картина, когда молодая мама идет с коляской одной рукой, значит, идет коляску, другой рукой она пиво употребляет прямо в общественном месте на улице. Либо курят какие-то табачные изделия. И потом, конечно, можно ее спросить. Вот твой ребенок подрастет, в 10 лет закурит сигарету, и ты будешь его наказывать, ты будешь его, в общем, пресекать. А может, уже и нет. А он скажет, что вот ты это куришь, что вот пример, я беру с тебя пример. И как можно уже повлиять на эту ситуацию? Повлиять, конечно, очень сложно, трудно. Но можно, потому что много у нас, конечно, хороших подростков, которые вовлечены в занятия спортом, в кружках, в секциях занимаются. Но тут тоже проблемы есть. Много кружков платных, где уже люди не могут быть полностью обеспечены, доступности нет. Привезти их в спортзал они не хотят, потому что наркотик им дает более легкий способ получить удовольствие. Конечно, очень это проблематично все. Я надеюсь, что Уголовный кодекс, который сегодня присутствует в нашей студии, за эти 10 минут напомнил многим, что неплохо иногда его перечитывать. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин